Компания Meizu обещала представить новинку M6s еще в конце 2017 года, но на тест он попал к нам только сейчас, так что давайте знакомиться. Поставляется смартфон в картонной компактной коробке белого цвета. Внутри вы найдете сам смартфон с наклеенной пленкой, она легко снимается, нужно лишь потянуть за язычок. Под смартфоном находится конверт с документацией, далее аккуратно упакованные в разные коробочки блоки, шнурок microUSB для зарядки устройства. Никаких нестандартных элементов или дополнительных переходников в комплекте не имеется. Meizu M6s – это первый смартфон компании, который оснастили дисплеем с нестандартным соотношением сторон 18 к 9. В связи с этим сканер отпечатков пальцев перекочевал на боковую грань, но в отличие от смартфонов Sony в кнопках включения его не совместили. Некоторым данное решение пришлось по вкусу, но лично мне больше нравится совмещенный вариант, так как достаточно лишь немного задеть сканер отпечатков пальцев, пока смартфон в кармане и все, устройство разблокировано. Так что с Meizu M6s ложные нажатия вам обеспечены. Расположение элементов мне показалось нестандартным. Слот для сим-карты, карты памяти и качелька громкости на левой грани, клавиша хорошо ложится под пальцы, сканер отпечатков на правой грани и немного втоплен в корпус. Я привыкла, что там, где у Meizu M6s находится кнопка включения, обычно располагаются клавиши регулировки громкости, поэтому часто при просмотре видео или прослушивании музыки, когда я хотела сделать громче или тише, я просто-напросто блокировала смартфон, но мне кажется, это лишь дело привычки. Выше разместилась кнопка включения. На нижней грани находится порт для наушников 3.5 мм, разговорный микрофон, порт для зарядки microUSB и динамик. На лицевой панели над экраном находится разговорный динамик, глазок фронтальной камеры и индикатор уведомлений. Рамки сверху и снизу небольшие, около 7-8 мм, боковые рамки приблизительно по 3 мм. На задней панели все так же скромно, как на лицевой. Аккуратные горизонтальные полоски сверху и снизу, вставки для антенн. Сверху посредине глазок основной камеры, под ним вспышка, немного ниже надпись Meizu. Корпус металлический. В связке металл-стекло дизайнеры явно не ошиблись. Смартфон хорошо лежит в руке и отлично ощущается. Так сразу не скажешь, сколько стоит аппарат. Выглядит он гораздо дороже заявленной цены. Все углы сглажены, переход с металла на стекло плавный. Кстати, у стекла достаточно неплохое олеофобное покрытие. Отпечатки практически не собирает, чего не скажешь о матовой задней крышке. Но в ее оправдании хочу сказать, что все отпечатки легко стираются. Да и учитывая то, какая она приятная на ощупь, несколько разводов ей можно простить. Детали подогнаны очень хорошо, не единого скрипа. К ходу клавиш мягкий, но уверенный. В общем, от дизайна и того, как смартфон ощущается в руке, впечатления у меня только положительные. Компания решила сделать Meizu M6s похожим на более дорогие устройства линейки Pro. И за это им огромное спасибо. Корпус действительно очень качественный, особенно учитывая цену устройства. Как я уже и говорила, соотношение сторон дисплея. Смартфоны нестандартные, 80 к 9. Диагональ 5,7 дюймов с IPS-матрицей разрешением HD+. В принципе, качество экрана меня устроило. Углы обзора и контрастность отличные. Цвета не слишком насыщенные, но мне это даже нравится. Люблю спокойную цветопередачу. Максимальная и минимальная яркость позволит пользоваться устройством с комфортом при любом освещении. Автоматическая регулировка срабатывает хорошо. Единственный минус, при максимальной яркости просматриваются пиксели. Разрешение хотелось бы все-таки получше. Смартфон получил основную камеру на 16 мегапикселей с диафрагмой f2.0, автофокусом и двойной вспышкой. При хорошем дневном освещении получаются весьма недурственные снимки. Но если со светом все не так радужно, то сразу же проявляются шумы и страдает детализация. Мне понравилась передача цветов, но вот резкости порой не хватает. В целом, в своем ценовом сегменте камера более чем достойная. Пользователю доступен режим HDR, набор фильтров, профессиональный режим, панорама и различные маски, которые вы уже могли встречать в снэпчате или инстаграме. Также есть возможность снимать видео в замедленной съемке и в ускоренной. Фронтальная камера на 8 мегапикселей диафрагмы f2.0 со своими задачами хорошо справляется, опять-таки, при дневном свете. На хорошее селфи в сумерках ненавидитесь. Есть режим улучшения лица, увеличение глаз, сглаживание и даже коррекция формы лица, а также высветление снимка. Так что даже если вы не выспались или набрали пару лишних килограмм, смартфон все поправит. Ну, хотя бы на снимках. Что касается аппаратной платформы, М6С получил шестиядерный процессор Exynos 7872, выполненный по 14-нм техпроцессу, видеоускоритель Mali-G71, оперативной памяти на борту 3 гигабайта, постоянной 32 гигабайта, но есть версия и на 64 гигабайта. Есть поддержка карт памяти формата microSD до 128 гигабайт. Работает под управлением Android 7.0 с фирменной оболочкой Flyme 6.3.1. Интерфейс приятный как внешне, так и в использовании. Радует, что есть поддержка тем, жестов на выключенном дисплее, возможность включать экран двойным тапом. Но я не уверена, что с чистым андроидом было бы хуже, ведь некоторые функции андроида Flyme просто блокируют. Это мелочи, типа нельзя со шторки ответить на сообщения, но эти фишечки были придуманы не зря и очень неприятно, что снизу M6s они будут недоступны. Тесты в бенчмарках показали весьма средненький результат, но на что мы собственно рассчитывали, в руках-то у нас далеко не флагман. В целом, смартфон работает достаточно быстро и без затупов, переключение между вкладками осуществляется также без проблем. M6s оснастили аккумулятором емкостью 3000 мАч. Вполне себе стандартный показатель. При активном использовании на день работы смартфона мне не хватало. Если вы такой же активный юзер, как я, то будьте готовы, что часам к 8 вечера смартфон будет разряжаться. И это показалось мне странным, ведь обычно смартфона с такой же емкостью аккумулятора мне хватало на день использования с запасом. За 10 минут проигрывания видео на YouTube смартфон потерял 5% заряда, в то же время за 10 минут подзарядки от комплектного зарядного устройства аппарат успел получить плюс 7% к заряду. Meizu M6s получился достойным представителем среднего ценового сегмента. Вас определенно порадует его дизайн, безрамочность и камера с интересным набором функций. Из минусов могу назвать недостаточное разрешение экрана и не совсем удачное расположение сканера отпечатков пальцев. С вами была Лиза и канал RootNation, спасибо коворкингу Talocco за предоставленное помещение для съемок. Не забывайте ставить лайки, комментировать видео и подписываться на наш канал. До встречи в новых видео!